Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и вы на канале Лёша играет. Это мой седьмой дуэльный турнир. Первый тур. И прежде чем начнётся игра, сейчас будет врезка о том, как мы выбирали нации. Итак, вот какие нации выпали. У меня выбор между Бразилией, Ассирией, Грецией и Марокко. У моего соперника Индонезия, Франция, Византия и Карфаген. Ну, выбор такой довольно общий, потому что у нас нету городов-государств, поэтому Греция не очень будет хороша. Конечно, у неё есть уникальные юниты неплохие, но карта Запад-Восток, поэтому вряд ли я буду высаживаться гитарами и гоплитами к моему сопернику. Ассирия туда же. Ничего интересного. Так что выбор между Бразилией и Марокко. Давайте думать. В Марокко есть вероятность появления в пустыне, но опять же, сколько я не играл за Марокко, очень редко она в пустыне появляется. Поэтому её уникальное здание и уникальный юнит вряд ли тут пойдут на пользу. Соответственно, уникальная способность, которая даёт культуру от торговых путей, тут тоже не особо востребована, потому что нету, куда отправлять эти караваны. Нету городов-государств. Поэтому, видимо, Бразилия, то есть есть вероятность, конечно, появиться в джунглях, но на Запад-Востоке не всегда это всё работает хорошо. А тем более, у Бразилии есть неплохая штука, вот эта их кастрюлька, красный лес. Ну, мне кажется, моего соперника чуть получше нации, у него хотя бы можно выбрать какие... Ну, опять же, Карфаген способность не будет работать. Хотя нет, почему? Если он на побережье появится, то бесплатная гавань, в принципе, неплохо будет, да? Византия, но только если какое-нибудь чудо на веру. Франция. Ну, то есть, у него есть побольше вариантов. Ну, мне, видимо, придётся всё-таки Бразилию взять, так что я возьму Бразилию, сейчас ему напишу. Ну, а мой соперник выбрал Византию. Ну, думаю, будет интересная игра. Бразилия-Византия. Ну что, в турнире будет 9 туров. Как всегда, швейцарская система. Кто победил, я вам скажу, в последней игре. Как видите, я опять... У меня почему-то всегда в моих турнирах, в первом-втором туре, в первом-втором туре мне достаются сильные соперники обязательно. Ну, потому что они не участвовали в предыдущих моих дуэльных турнирах, у них нету рейтинга. Поэтому они могут находиться где-то внизу. Вот мне достался Ниндзя, которого вы знаете по нескольким моим ффа-сериалам. Правда, в дуэль я с ним никогда не играл и не видел даже, что он в дуэль играет. Так что, возможно, тут немножко всё по-другому будет. Дело в том... Так, надо подумать. Бразилия против Византии. Карта Запад-Восток. Опять я на Запад-Восток появляюсь не на море. И до моря мне ещё чапать и чапать. Ещё проблема тут в том, что варвары агрессивные. Поэтому я очень волнуюсь по поводу... По поводу... Так, а я каменную мастерскую, по-моему, если город стоит... Не быть на лугах как раз. Видите, нельзя, чтобы город на лугах был тогда. То есть, может, мне тут поставить... О, смотрите, а тут есть и леса какие-то, блин. Но тут... А, то есть, не на равнинах. Плейнс. Мне нельзя, чтобы город находился на равнине. Ну, вот Ниндзя куда-то пошёл. Я вот думаю, что мне, наверное, столицу надо вот тут поставить. И для развития будет неплохой город. Я каменную мастерскую смогу тогда построить. Потому что тут уже равнины. Видите, холм равнины. Не совсем хорошее место. Так, в принципе, играть я, скорее всего, буду через традицию. Потому что... Ну, я уже тренировался перед турниром. И, в принципе, воля на запад-восток всё-таки не очень нормально. Ну, вот, начнём с монумента, естественно. И, ну, стратегический баланс тут не работает. Поэтому я не знаю, имеет ли мне смысл открывать животноводство. А вот открыть гончарное дело, построить святилище, взять... Вот уже я вижу пантеон, как минимум, на камень. То есть плюс четыре веры в ход и получить религию. Тут будет неплохо. Ну, в смысле, на... Взять пантеон не на камень, естественно, а на... Каменным... Как они называются-то? Так, ну... Как видите, как я говорил при выборе нации, не особо я тут в джунглях появился, хотя джунгли у меня есть. Джунгли у меня есть. Ну, надо смотреть, как мне где-нибудь поставить город. Но он явно к воде пошёл, я так думаю. И он явно брал Византию с условием того, что он будет меня атаковать своими уникальными юнитами. Ну, я думаю, мы его расстроим по этому поводу. Опять я попытаюсь выиграть на карте запад-восток, не ставя города на море. Посмотрим, как это у меня получится. А, вот. Слушайте, он тоже не на море поставил. Обалдеть. Так что я могу свои... Попробовать следующие города таки на море поставить. Так, что у него, кстати, с города? Абсолютно одинаково. То есть он тоже не на холме поставил. Забавно, забавно. Так, Рио растёт. Ага, и еды у меня тут нету. Ну, следующим ходом присоединится, правда. Так, давайте-ка мы не скаутов будем строить, а воинов, потому что с варварами тут будут проблемки. Сразу говорю. И даже честь придётся принимать. Так. У него город пока не вырос. Ну, давайте, пожалуй, теперь откроем всё-таки животноводство. вот после этого война построим святилище. Или амбар лучше? У меня только один амбарный ресурс тут, видите? Этот олень и то не присоединён ещё. Нужен ли мне тут амбар? Ну, святилище точно я хочу попробовать религию взять. Хотя я больше камней и не нашёл. Ну, если что, например, вот тут, да, город можно поставить. Жалко, что нету никаких ни гор. Но я думаю, правда, у моего соперника то же самое. Как говорится, та же фигня. Да. Ну, вот где у меня стоит дуболом, например, можно город поставить, потому что тут и вино есть, и олени. Или вообще вот тут. Вот тут даже лучше. Тут до всего дотянешься. Так, что там у него? Вырос город? Нет, вырос. Шейши. Так, с едой у него хуже, чем у меня. Правда, с производством лучше? Может, он сразу стал посела строить? Не знаю, по-моему, тут опасно сразу строить поселенца, не разведав территорию. Если не построив юниты, потому что эти отмороженные варвары они тут реально отмороженные. Так, это конец уже территории, да? Так, что-то я чудо не вижу. Надо обратно туда бежать. Что-то я не вижу никакого чуда. Так, что у меня с лошадьми? Лошадей у меня нет. Класс. Отлично просто. Так. Давайте, наверное, сюда. И вот так. Да. Лошадей жалко. Но, опять же, повторю, тут стратегический баланс не работает на карте Запад-Восток. Хоть он и отмечен в начале игры в настройках карты, но нифига не работает. Так, давайте-ка сразу после святилища будем строить посела. О, вот тут лошади. Но я, блин, все... Я думаю, тут вот можно будет тоже город поставить, потому что явно будет чудо где-то там. Ну, хотя еще надо открыть. Еще ничего не понятно. О! Так, у меня раз, два, три, как минимум три, четыре ресурса роскоши уже есть. Это, в общем-то, неплохо. Мне это нравится. Так, я все еще не вижу чудо. Так, тут все понятно. Город вырос и на производство, да? А если так, то уже производство, но заодно еще и золотишко. Угу. Вон там мы его воины зажимают. Блин, мне надо туда как-то пройти и посмотреть чудо, что я могу город фигово поставить. Ой, блин. Так, знаете что, давайте погодим тогда, пока сеттлером. Играет музыка Возможно, конечно, стоит оставлять варваров для того, чтобы на них культуру фармить, если я приму честь, но все равно 11, 9, блин, 8, а, ну все равно что я отключил, потому что все равно безработный дает производство. Ребят, дайте пройти посмотреть, что там, ну, не будьте жмадами. Ну, в общем, у меня все равно есть место, тут поставить город, тут поставить, я просто хочу посмотреть чудом, мне кажется, вот придется вот на этот холм ставить. Блин, дадут мне на этот холм прыгнуть или нет? Ну, далее, это очень хорошо. Блин, и что, и чуда нету? Неужели бы чудо у моего соперника? Ну, как так? Может, мне уже... Так, 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 где тут? Плюс две веры от... Ну, 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 вот. Отлично. О, тут какое-то внутреннее море, слушайте. Я думал, конец карты. Так, ладно. Уже становится интересно. Так, производство только тут. Ну, тут какой-то проплыв даже есть. Ну, что, я могу, например, ставить тут город и тут город и отъедать морскими караванами, потому что проплыв я этот смогу контролировать. Вот, все-таки важность разведки имеет место быть. Что-то не умер у меня житель. Блин. Да, наверное, следующее надо честь принять. А чудо все так и нету. Ну, блин, еще жалко, что рыб никаких не видно. Так, ладно, еще надо подумать по поводу того, куда город ставить. Да, надо уже все-таки поселок после этого война. Построим поселенца. Поведем, видимо, сюда. Так, лечимся. Здесь лучник и рабочий. Так, сделаем производство, производство, производство и... Так, там лучник на холме стоит. Надо будет его выкуривать мне каким-то образом. Ниндзя, по-моему, город поставил. Да, слушайте, будет тяжело туда пробиться через всех этих варваров. Так, давайте железо откроем. Потому что если не будет железа, то как-то очень опасно будет город ставить на воде. Так, что у нас тут? Ну, да, второй город поставил мой соперник. Не знаю, выходить мне в письменности, строить библу, не выходить мне в письменности. Ну, смотрите, я в следующем... А, через ход. Я вот думаю, подождать и принять все-таки честь. Что у нас тут? Монархия. Монархия мне даст... Я думаю, что я набью с варваров... Все, что мне надо... Поэтому я все-таки честь... Ну, в смысле, приняв честь, я набью себе культуры на монархию. А честь мне нужна, иначе я просто не пробьюсь мимо этих всех чуваков к тому месту, где я город хочу поставить. Да, я хорошо так поставил столицу, потому что... Ну, кстати, у меня тут, походу, не особо будет работать моя способность бразильская. Она к тому же еще не особо близко. Где тут? Вот она. Давайте вспомним, что он нам дает. Это плюс 2 золота и плюс 2 культуры, когда акустика откроется. Ну, мы вряд ли до акустики доиграем. Конечно. Так. Вот культурка. И вот культурка. Так, этим давайте сюда пойдем. Вот где мне компьютер предлагает. Нет, тут я не буду ставить это точно. Ну, море не внутреннее. Тут проплыв есть. Но он в одну клетку всего. Так что я думаю, если ниндзя даже поставит на воде... То я смогу от него отбиваться. Так, что тут у нас? Нет, пойду сюда. На всякий случай, у меня все раненые. Поэтому я боюсь, что просто не смогу прорваться. Так, мне нужен рабочий и нужно тут... Так, все путем. Потом календарь. Ниндзя в письменность не выходил. О, железо есть. Отлично. Два. А, ну и дофига еще. Да, все. С железом норм. На воде можно города ставить. Хорошо. Блин, вот. Пищик, конечно, не очень в тему появился. Ну, что поделать. Вряд ли они убьют моего дуболома. Если я вот так поставлю, тогда копейщик не сможет атаковать меня. Теперь же сразу два рабочих построим. Я думал, у меня сейчас вернется эта армия. Тут уже не будет никаких. Так, к сожалению, сейчас будет минус один, по счастью. Но город ставить надо. Так, лечимся, лечимся и лечимся. Так, тут у нас пошла атака. Лучше отойдем. Так, у него города, я смотрю, растут. У меня пока не очень. Ну, вот рыбка, кстати, есть. Тоже неплохо. Рыбка никогда неплохо. Блин, надо было этим атаковать, а потом обстреливать этого копейщика. Неправильно я сыграл. Рио-де-Жанейро может обстрелять. Лучник. Так. Угу. Итак, отлично. Так, сейчас я... Календарь я открыл. Нет, календарь я не открыл. Зачем-то письменность. Но я обработаю мрамор и сразу могу спайсис обрабатывать. Поэтому давайте-ка... Ну, хотя еще два рабочих. Просто думаю, когда мне... О, счастье появилось. Отлично. Можно расти. Собственно, что Сан-Паулу и будет делать, а Рио-де-Жанейро пока не будет. Так, лечимся, обрабатываем. Это тут остается. Ну, потому что у меня принята олигархия, чтобы юниты не тратили деньги на содержание. Этим я... Следующим ходом я этого в Рио-де-Жанейро тоже посажу. Так. Вот еще культурка привалила. Плюс семь. Так, этот у нас тут лечиться будет. Тут обрабатываем камешек. Плохо у меня с ростом. Блин, надо амбар, наверное, построить. С другой стороны, лучше сетлеров расселить. Да. А потом уже расти. Так. Письменность ниндзя так и не открыл. То есть, по идее, библу я могу попробовать построить. Тем более, что у меня тут два леса надо вырубать на... Блин. Не в тему встал, к сожалению. Да, может попробовать библиотеку построить. Великую библиотеку. Если я вот достроив рабочего вот этого, так и не будет здесь. Он так и ниндзя не откроет письменность. То я, пожалуй, библиотеку построю. И возьму айронворкинг и построю колосс вот в одном из тех городов. Жалко нам, Алёшку, неплохой он парень. Ну, это уже пантеон взял. Блин. У него, видимо... У него два чуда. Вот же ж, блин. Ну, по идее, у него может быть Виктория, например, судя. Судя, сколько еды у него. Пойду засвечивать туалет. Местность, чтобы туда можно было спокойно город поставить. Ну, в принципе, у меня место на четыре города, если что. Так, библиотека на 17 ходов. Ну, вот, он открыл письменность. Ну, попробую-ка я библиотеку всё равно построить. Производства, как бы, у меня больше. То есть, я не думаю, что... Он, видя, что я уже открыл письменность, и у меня больше производства... Будет пробовать библиотеку строить. А, я ж ещё... О, я ж ещё мрамор присоединил. Так что, у меня чудеса, по идее, в столице должны быстрее строиться намного. Чтоб, конечно, аристократию принять. Ну, так как принята честь, то у меня лагеря должны показываться сразу. Так, календарь открыт. Что мне ещё надо? Да, в принципе, давайте тогда сейлинг. Потом в философию пойдём. Ну, ниди ещё города поставил. Вот, блин. Ладно, пойдём этим тоже июнь. Потому что надо засвечивать и знать, где ставить город. Не знаю, может сразу четыре города ставить мне. Блин, обкладывают меня, обкладывают со всех сторон. Поменяю лучше их местами. Всё-таки лучник обстреливать может. А дуболом просто ходить. Ну, блин, куда пошёл. Ну, что поделать. Сальяви. Сальяви. Восемь ходов гибло. Ну, нормально. Навернусь лучше этого лучника попробую убить. Так, пожалуй, этим я лучше здесь построю шахту. Сан-Паулло. Так, в Сан-Паулло после библиотеки Криремку. Это хорошо на болото встал. Хвалю. Три хода, три хода. Да, с производством у меня пока в столице не очень. Потом, может быть, станет получше. Но пока, пока всё не так хорошо, как хотелось бы. Может так? Да. Сзади выход пускай вырастет. Что ты тут меня обстреливаешь? Всё. Так, ну, неплохо. Ну, в принципе, на варварах культурка поднимается. Так. Всё равно пять ходов. Ну, тут хотя бы еда есть. То есть хотя бы чуть-чуть расти будет. Блин, он таки построил библиотеку. Блин, на четыре хода раньше меня. Ладно. Нужны поселы. Интересно, что он взял. Ну, это плохо, конечно. Это плохо. У меня была возможность, я её упустил. Но он не побоялся, видите. Несмотря на то, что... Ну, производство сейчас у него больше по той причине, что у него три города уже, если не четыре вообще, кстати. Я не знаю, хотя он может через волю играть. Угу. Ну, вот тут надо ставить. Хоть тут, типа, леса и можно вот отсюда обстреливать. Но я не думаю, что это будет так просто. Ещё один город вот тут поставить. И норм. Меня всё будет устраивать тогда. Блин, тут болото. Не очень хочется подставляться на болото. О, четыре еды. Сан-Пауло у меня сейчас... Блин. Так, что мы тут примем? Да, ну вот тут мне... Хотя можно ещё вообще вот тут. Между прочим. Тогда вот до этих пряностей когда-нибудь дотянется. В принципе, да. Тогда можно вообще не бояться, что тут откуда будет. Да, наверное, вот сюда лучше поставить. Сейчас я поставлю дуболома, чтобы он засвечивал, чтобы там никакие не появлялись. Варвары. Их варварские поселения. Ну, как у меня Сан-Паулу-то живенько растёт. Вот столица не очень. Да, жалко, у меня никаких гор нету. Не знаю, атаковать, не атаковать. Отлично. Так, этим тур будем засвечивать. Я просто сейчас без защиты пойду по силам. Вот тут у меня, в принципе, всё засвечено. Спокойно поставлю. Эх, блин, убьёт, видимо, этого моего дуболома. К сожалению, некуда мне его спрятать. Так, производство, производство, производство. Что у нас не обработано? Вообще, стоит сюда отправить, а этим стоит дорогу начать проводить. Вот как-то вот так. И оно будет у меня тут крест-накрест во все города. Да, убил. Жаль. Ну, вот видите, у меня всё засвечено тут. Вся территория. Могу не бояться вести поселенца. Видите, что сначала амбар построю. Всё равно у меня тут нету смысла спешить с нацколледжем. Я не успею тут построить библиотеку. Потом нацколледж на трёх жителях. Не будем этим заниматься. Ага, во, появился лагерь. Я пока постоим тут. Засвечиваем. А, дорога не открыта, ё-моё. Всё отлично. Охо. Ухо, по-моему. Нацколи. Ухо. Ухо, б... Блин, у меня в деньг. у меня Сан-Паула вообще как на дрожжах растет. Да, ну мне не нравится, конечно, развитие моего соперника. У него, походу, там какие-то чудеса очень неплохие. Хотя производство... Ну, он в рост поставил. Видите, 24-32. Он просто растет. Мне, кстати, тоже караваны бы не помешали. Ну, я, видимо, один караван отправлю в столицу наземный, а один морской вот в третий город. И все из Сан-Паула, кстати. Давайте-ка мы их тут и построим. Джунглей, кстати, не особо много, чтобы использовать способность в Бразилии. Сейчас трилемку построю, буду плавать все, смотреть, что тут, где, у кого. Философию я зря открывал, надо было дороги открывать. И связал бы быстрее города дорогами. Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции, и мне есть, что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Так, перекидываем на этот фронт юниты. В принципе, я был бы не против, если бы у меня периодически рождались лагеря варваров. Я бы на них культуру собирал. Так, значит, счастье у меня 1, 2, 3 уже обработано. А вот еще четвертое будет. Так. Ну, кстати, охоту и надо открыть. Давайте сразу библиотеку строить. Ага, вот византийские берега. Ну, блин, охота не открыта. Чего я сюда поперся? Как всегда. Ну, тоже традиция. Четыре закрыт, значит, он честь тоже взял. Что у него с городами? А, у него два города только. Интересно. Это неожиданная информация. Я думал, три. Блин. Что-то он мне сказать хочет. Пойму, у него не на море, что ли, города вообще. О, блин, разграбил мне. Вот, гадкие. Вообще, мне нужны деньги купить вот эту клетку и... Я, кстати, Петру могу построить у себя в Рио-де-Жанейро. И, походу, колосс, чем мне и надо заняться. Ну, давайте, может, я колосс... А, я еще колосс не открыл. Вот так ему ответ. Нет. Ну, да, походу, у него... Блин, у него еще горы есть. Ну, класс. Называется «Развивайся не хочу». Только после меня. Вот. Гаденыш хочет меня убить. Представляете? Так, библиотека готова. Четыре. И у меня вот мавзолей Гиликарнацкий тоже будет очень в тему в этом городе. Минус, но я отремонтировал вино. И, по идее, будет плюс. Так, производство закончили. О, караванчик можно отправить в Рио-де-Жанейро. Второй отправим в Сальвадор. О, и тут какие-то рыбы есть у Сальвадора. Так что маяк будет неплохой мыслью. Да, надо идти там, видимо, защищать мои караваны морские, потому что там бегает... Бегает Триремка вот из этого лагеря. Да, ну, горы меня расстроили, конечно. Значит, у моего соперника с наукой будет неплохо. Ну, мне четыре города по-любому надо ставить. Как угодно четыре города надо. Я буду контролировать море. Я тут буду... То есть, как минимум, колоссами. То есть, у меня хоть один дополнительный будет торговый путь. Но, судя по тому, что у него есть пустыня, Петр он тоже может построить. Кстати, он в неё вышел. И драма, и поэзия уже открыты у него. То есть, у него с наукой всё очень неплохо. Но в средневековье в гражданскую службу вышел. Печально это всё, конечно. Да, тут надо тоже обработать. А традицию он закрыл. А традицию он ещё не закрыл. У меня два... Шесть у меня счастья будет куда расти. Кстати, что у него со счастьем? О, религия уже принята. Класс. Да... Ну, 71-й ход, это значит, что у него не так уж и... Возможно, второе чудо у него не очень крутое. То есть, он, походу, около одного всё-таки поставил. Кстати, я тоже мог религию. Кстати, вот это не влияет. Там ставить на пророк, он сам должен появляться. Я вот тут поставлю. Даже вот тут, наверное, три ремы поставлю. И никто ко мне не сунется. Блин, он Мачу-Пикчу может построить, понимаете, да? А я ничего этого не могу построить. Ну, ты мой пророк. Зашибись, блин. Возьму, наверное, за каждых двух и пагоды. А, вот появился лагерь. Сейчас мы с этим разберемся и пойдем к тому лагерю. Так, мне бы еще рабочих. Так, Сальвадор растет. Сюда надо было, блин, прыгать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Сохранил деньги, чтобы купить вот клеточку. Хочу, чтобы он... Почему не хочет DimaTorzok? О, понеслась в Сальвадор. Так, Петра и Колосс. Потом можно оптику. Так, ну все, тут уже варвары не появятся. Что у нас с этим лагерем? Кстати, что у него с армией? Он же может... Нет, он армию не строит. Так, производство у меня выше пока. Этот мавзолей очень-очень нужен. Прям очень. И он мне будет очень в тему еще, к тому же. Блин, может надо было тут лучше лес вырубить? Не туда прыгнул, да. О, ну конечно, он там уже чеченицу, наверное, фигачит. Интересно, что он в два города играет. В Сальвадоре еще Библия не построена. Блин, да господи, сколько ж вас... Это с его каких-то лагерей, кстати, рождаются вот эти ребята. Да, от копейщиков уже больно. От пикинеров, точнее. Ладно, вырублю лес, когда нацколледж буду строить. Блин, конь. Ой, конь не очень. Да блин, тут все юниты не очень. Что-то у него армии... Армии побольше стало. Так, теревинку полечить надо. Ой, тут Петра можно построить, но... Тут надо нацколледж. Что в Сан-Паулу? Ну, тут тоже только одна пустынная клетка. А в Рио-де-Жанейро несколько. Так что Петру если строить, то в Рио-де-Жанейро. Отлично. Это золотишко очень в тему будет. Так, лечимся. Зажимаем. А этим пойдем в Сан-Паулу становиться. Ну, этим в Рио-де-Жанейро. В принципе, я не против, если будут появляться новые лагеря. Сан-Паулу. Так. Надо, наверное, дорогой уже заняться. Вроде деньги есть. Хотя, блин, у меня скоро счастье заканчивается. Так, давайте-ка Сальвадор не будет больше расти. Собственно, и Сан-Паулу тоже. Минус один все-таки. Почему не хочет добавляться тайл с мехом? Ну, как раз через два хода я могу колосс начать строить. Да, надо обработать камень, потому что у меня все-таки пантеон на камень. Так, золотишко. И производство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, вырублю лес сейчас, и можно будет, по идее, у меня в следующем ходу я смогу купить эту клетку и начать там обрабатывать мех. Оракул построил, ну, кто бы заменевался. Так, а я построю колмоз. Так, здесь... Давайте, наверное, колизей. Все-таки с деньгами... Блин. С деньгами у нас более-менее. О. А вот... Со счастьем не очень. Блин, сорок пять не хватает. Ну, как раз я вырубил лес росающим ходом, только буду прыгать сюда. Так... Давайте один будет пшеницу обрабатывать, а другой пойдет уже дорогу наконец-то строить. Ну, вообще, следующим ходом... Ну, блин. Посмотрю, а вдруг добавится эта клетка? Потому что я, правда, очень сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Да, у него с золотишком-то получше будет. Но у него, потому что пантеон... Ой, не пантеон, а религия на это дело. Все-таки... Постаю лучше тут. Да, блин, счастье... С счастьем пока у меня как-то не фонтан. Так, оптику открыл. Нужна ли мне стена? Правда, один торговый путь дополнительно. Чеченицу я уже не успею. Давайте стену попробуем. Или в теологию попробовать выйти, попробовать Хай и Софию построить. Укрепить религию. Так, три, три, четыре. Не, постою пока тут. Так, нацколледж есть. Теперь Петра. Ну, Петр будет очень неплохо. Я из Сальвадора еще в столицу пущу караван. Будет нормально. Кстати, надо везде после этого построить арены. А, тут уже есть арены, что ли? Вот. Арены и... Цирк и четвертый город поставить. Пожалуй, выйду буду тут засвечивать территорию. Потому что если я буду пускать караван из Сальвадора, то будет очень неприятно, если тут появится лагерь. Если тут, то нормально. А вот там не очень. Так, два хода. Тут закончили. Тут закончили. Э, я что, этот город после того, религию основал поставил? А, блин, уже есть давление от его религии. Ё-моё. Так, он город-то поставил, наконец, третий? Или он будет в два города? В два города, класс. Я прям не знаю, что сказать. Может, у него счастья нету? Ну, это шанс, как бы, мой. Если он в два города. Прямо даже и не знаю. В два города, когда у тебя соперник в четыре играет, это круто. Я, правда, еще в три только, но... Тем не менее. Так, вроде обработал. Можно начинать дорогу. Тоже вести. Так, если производство пять-пять. Ну, пять-пять, пускай так будет. Девять-пять-пять, нет, давайте пять-пять лучше. Так, мне больше нравится. Не знаю, что это невеликий маяк строить. Хотя девять, а так маяк пять. Ну, посмотрим. Маяк все равно надо построить. Будет. Так. Значит, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. И отсюда три. Если так, то четыре будет. Значит, отсюда надо три вести. И отсюда раз, два, три. И в этот город будет. Да, по населению отстаю, но я думаю, это ненадолго. Я думаю, это ненадолго. Ой, блин. Ну, меня радует, что он только в два города играет. Конечно, он вначале улетает благодаря этому, но постепенно. У меня-то вроде неплохие места для всех, то есть у меня как бы не очень хорошие места, но когда все четыре города будут поставлены, будет вроде ничего так. И даже если у него будут горы, и он будет играть с обсерваториями, то только двумя городами, то он все равно у меня лучше будет. Правда, и конечно, я не знаю, насколько у него там, может он все-таки, я не очень понимаю, зачем он тогда так быстро открыл деньги, если он Петру до сих пор не стоит. То есть Петра у него уже должна была быть построена. Однако, ее нету, как видите. И у меня будут сейчас дополнительные караваны. После этого колизея я, собственно, построю еще Сеттлер и поставлю в четвертый город. Города уже у меня могут расти. Забыл отключить, так бы он быстрее, конечно, вырос. Ну вот, колизей следующим ходом будет. Так как я хост, если следующим ходом Петра не построен, то и Петра будет моей. Ну, видите, Петра моя. С Сальвадора пустим в Сан-Пауло. А в Рио-де-Жанейро мы пустим из Сальвадора еще одну. Чем плохо? Ничем. Дорога, дорога, дорога. Такая игра чисто на развитие пока у нас идет. А так-то я отстаю, конечно, но... Так, в Рио-де-Жанейро перестал бегать. Но я не думаю, что это надолго. Так, маячок и маяк построим. О, блин, он уже укрепил религию. Хотя, может, и быстро у него все-таки религия. Что он взял? Плюс 20 защиты. Производство от специалиста. А, у него же Византия. И он там что-то дополнительное смог взять. Что-то я не глянул. Палас дает. А, он два пантеона взял зачем-то. Странно. Это, по-моему, странно. Ну, надо выйти в универы. А потом уже... Наверное, вот так. Что-то сомневаюсь, что мы тут скоро воевать будем. У меня такое ощущение, что мы чисто на развитии играем. Так, давайте с Сальвадора в Сан-Паулу. Отправим это в Сальвадор. Перекинем. Наверное, в Сан-Паулу достроится арена. Сразу цирк там построю, чтобы у меня счастье было. Так, тут все окей. В Сальвадоре всякая фигня обрабатывается. Но, правда, мало клеток обработано. Отлично, лагерь на его территории. Так, значит, тут мы ведем дорогу вот так, а тут вот так. Так, очередная шахта построена. Блин, вот у меня леса не очень хорошо расположены только рядом с рекой. Как-то и вырубать их жалко, понимаете. Так, метка лук. Сейчас все города соединим. Надо, по идее, идти тут территорию засвечивать, чтобы тут лагерь не появился. Девять ходов. Так. Ну, построю пару ферм по речкам, чтобы Рио росло после того, как Сеттлер будет построен. Давайте, видимо, Стоунхендж попробуем. Храм Артемида. Ну, попробуем чисто заняться чудесами. У него все еще два города. Ну, не знаю. Ну, конечно, у него второй город больше даже, чем моя столица, но... У меня большие сомнения, что игра двумя городами... То есть, постепенно, все равно, чем больше городов, тем быстрее, ну... Начинается развитие. Я не знаю, я, по ходу... Видите, рационализм в Ренессансе. Я вот думаю, взять, наверное, тогда сейчас волю через восемь ходов и построить пирамиды. Патронаж не нужен, потому что нету ни ГГ, ни дипломатической победы. Она отключена в турнире. Эстетика, ну... Знаете, набожность тоже... Кстати, а что он там взял? У него... А, так он взял волю. Блин. Что он, наверное, уже пирамиды и так строит. Не, мне мои места нравятся. Очень все неплохо. Правда, слушайте, он не чеченит... Знаете что, давайте-ка мы коня построим. И сбегаем, посмотрим, что там у него. Раз, конь. Два, конь. Я вот думаю, нужен ли мне Великий Маяк в данном случае. Ну, то есть у меня будет бегать быстрее. Ну, правда, видимость. Видимость. Видимость неплохая штука. Так, дорожка построена. Так, а эта моя фигня строится только на джунглях. Да, да. То есть джунгли лучше не вырубать мне. Ноттердам. Интересным путем он пошел. И, по-моему, зачем ему Ноттердам, если у него два города? А, у него, типа, религия. Ну, блин, два города. Что-то я тут не понимаю, видимо. Знаете, что я, пожалуй, не укреплять буду, а куплю миссионера. Потому что у него всего два города, а он уже давит на меня. У меня будет четыре города с моей верой. И я думаю, что я его продавлю в этом плане. На этом пока все. Игра получилась длинной, так что разобью ее на несколько серий. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Ну, или минимум, максимум послезавтра. Спасибо, что досверяли до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь Дуагис и играйте в умные игры.